Доброе утро! Демография как раз помогает таким мамам. Подробнее обсудим сейчас. У нас в гостях Елена Караванская, начальник отдела организации назначения государственных пособий. Доброе утро! Елена Николаевна, подскажите, пожалуйста, как у нас в Челябинской области реализуется вот этот нацпроект «Демография»? И что вы себе представляете? Да, и финансирование какое, естественно, тоже интересно. Вообще, начало, конечно, это положено от указа президента о национальных целях, стратегиях развития Российской Федерации до 2024 года. То есть там определен целый комплекс мер, который именно направлен на улучшение жизнедеятельности населения. Вот в этот национальный проект «Демография» нами и нашими коллегами успешно разработаны и внедрены ряд региональных проектов, которые сейчас реализуются на территории Челябинской области, которые также предусматривают целый комплекс мер для граждан, и в том числе и для семей при рождении детей. Цель этих вообще всех проектов – это, конечно, на улучшение материального состояния, благосостояния семей и граждан, инвалидов, ветеранов и так далее. Потому что эти проекты, они абсолютно разные. Там есть проекты старшего поколения. Очень много региональных проектов содержат и меры, как здравоохранение, культуре, спорта. То есть перечень достаточно широкий и большой. Ну вот, допустим, Министерство социальных отношений, оно очень успешно сейчас реализует такой региональный проект, как финансовая поддержка семей при рождении детей. Так, ну то есть вот как раз об этом мы и хотим затронуть всю эту тему. Расскажите, пожалуйста, какие вообще существуют вот эти вот проекты, чтобы помочь? То есть если у тебя родился первенец, правильно, какая помощь? Если у тебя большая уже семья многодетная, то какая здесь помощь и какая семья является многодетной? Ну вот финансовая составляющая этого проекта, финансовая поддержка при рождении детей, она составляет у нас чуть более 2 миллиардов рублей. То есть как средства как федерального, так и областного бюджета. То есть где-то миллиард 800, это средства федерального бюджета и более 200 миллионов, это средства нашего регионального бюджета Челябинской области. Это вы на всех имеете в виду? Да, это именно включает в себя вот этот региональный проект, финансовая поддержка при рождении детей. Вот именно он. То есть у остальных региональных проектов там, естественно, другая финансовая составляющая. Да, действительно, в этот проект входит такая мера, как рождение первенца, как ее сейчас называют. Этот федеральный закон, который очень успешно внедрен на территории Челябинской области, так же, как и это закон федеральный, он внедрен на территории всей Российской Федерации по указу президента. Ну вот именно какую сумму девушка получает, вот она родила, она же не миллиарды эти получает, правильно, миллионы. Вот ей за первенца сколько полагается? Рассмер этого пособия, он достаточно... Высок. Высок, да, он составляет 10 147 рублей в месяц. То есть право на это пособие имеют женщины, родившие первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года, то есть обязательно должна быть гражданкой Российской Федерации. Доход этой семьи, где родился первенец, должен не превышать полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации. Вот на сегодняшний день величина прожиточного минимума у нас полуторакратная величина, составляет 15 516 рублей. Элена Головина, такой вопрос, простите, что перебиваю, все-таки главный вопрос у наших телезрителей сейчас, куда обращаться вообще, как связаться и подключиться к этому проекту? И знать вот эти изменения. Очень с большим удовольствием всех мам, родивших детей, ждут в управлениях социальной защиты, по месту жительства также. У нас сейчас очень хорошо развита большая сеть МФЦ, которая точно так же ведет прием документов, в том числе и для детских выплат. Также это и портал государственных услуг, где можно подать документы вообще не выходя просто из дома, потому что у нас не всегда мамочка может оставить с кем-то ребенка. Поэтому вообще проекты, конечно, я вот еще раз хочу все-таки вернуться к региональному проекту, он содержит большой комплекс мер, в том числе и для многодетных семей. Там предусмотрены меры такие, как вот, допустим, при рождении третьего ребенка. Когда рождается в семье третий ребенок, размер ежемесячного пособия, точно так же, как и на первенце, составляет 10 147 рублей. Елена Николаевна, мне кажется, нам нужно с вами еще встретить и сделать беседу. Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете, в том числе и домохозяй. Мы благодарим за беседу. У нас сегодня в студии, напоминаем, была Елена Караванская, начальник отдела организации назначения государственных пособий. А мы возвращаемся к теме эфира. Случается так, что домохозяйками становятся не по своему желанию. Да, это мамы детей, которые страдают тяжелыми неврологическими заболеваниями. Они вынуждены бросить любимую работу и увлечение. В семье Рыжковых роль мамы выполняет бабушка. Ее внук, пятилетний Вася, страдает тяжелой формой ДЦП. Сейчас мальчик нуждается в помощи. В какой именно, расскажет Евгений Малышков.